Чувствую себя хорошо, еду на реабилитацию в Питер, отрабатываю левую руку и снова протезы. Покажите нам, как он у вас вообще работает. То есть это тот самый, который сложный, да, протез? Да. Там разные вот... Я еще пока только мчусь. Ну, у вас уже очень хорошо получается. Ну, я уже, например, разбила импланшет. Стекло раздавила. А что вы сейчас умеете делать? Что позволяет вам делать? Пока не все. Билку еще не могу держать. Могу пить, зубы чистить, могу одеваться. Просто эта рука еще мне так не помогает. Было бы еще больше. То есть у вас сейчас полезнее правая рука, правильно? Да, она более функциональная. А что в Питер будет происходить? Куда вы едете? К клинику, Пирогово. А пока что происходить будет еще точно не знаю. Завтра мы знаем и врача. Угу. А сколько там планируете провести времени? Около месяца тоже. Около месяца. Я пока не знаю. Как вы в Германии время провели? Потому что там тоже около месяца были. Неплохо, но там очень скучно. В Германии скучно? Да, по сравнению с Россией. В России все более разнообразно, суммурно. А там все правильно, цивилизованно. То есть вы рады, что вернулись в Россию? Да. Я люблю Россию. Ну давайте тогда с мамой с вашей поговорим. Расскажите, как вот вам сейчас с дочерью, то есть как у нее состояние эмоциональное? Я смотрю, она улыбается. Вот как у вас вообще сейчас дела обстоят? У нас был допрос опять около 5 часов. Я хотела немножко, может быть, добыть информацию в плане уголовных дел и неуголовных. У нас получается одно дело по лишению родительных правов приостановлено. Адвоката не решают обранили свой прав. И дело по похищению адвоката хотелось, чтобы дело было заведено еще в декабре, но оно тоже не заведено до сих пор. А то дело, которое заведено участкового по халатности, Давида пока не признана потерпевшей. Она проходит как связи. То есть это тоже такая эмоция важная. Ну что, ну процесс резинатует. Это заметно, что она как-то взяла. Ну и теперь вот как на автомобиле, когда начинаешь ездить. Сначала трудно, потом она будет, наверное, лучше управляться. А сколько вообще прогнозов, вот времени займет полное, так скажем, привыкание к этому процессу, протезу? Наверное, по-разному индивидуально. Ну, ее хвалили, говорили, что она, ну так, позитивно настроена. У нас недавно травма была, помнит еще и рука, и мышцы. В общем-то она достаточно узкая, и воды они боятся и другой. Ну, строго эксплуатации не пошли. Остальное все равно надо, наверное, радоваться тому, что сейчас есть. Ригорит, а как дети подреагировали? Говорят, что вы как-то им так в игровой форме сообщили о том, что у вас сейчас не видели. Дети, они пока еще их не видела. А иногда они, в общем, когда увидят, узнают, как они узнают. Да, да. Есть чем передать? Скажите, пожалуйста, с вами кто-то как-то просто поддерживает, вот весь общество, так называемое, кибер-говор. Наверное, у вас есть знания. Вам кто-то обращался, кто-то пытался побольше? И в камне девушка писала, у него протезы руки, и мальчик любит вам протезы. Ну, это так, кто сами лично пишет, помогает. Вот. Рассказывает какие-то нюансы. Может быть, у нас немножко посреди девушек, на что вам, прежде всего, указывают? Как вы помогаете? Ну, у всех разные ситуации. У всех, у кого важная амплутация, у них немного другое. У кого есть своя основная работа, ты можешь продолжать пользоваться на 13-ом проценте. Поэтому, как-то особо... Просто рассказывали вообще, какие фирмы есть, кому где делаю, я вот это запрашиваю. Как часто проходит ИО? А вот сказали, что у нас сегодня больше. Да, 2-3 года. 2-3 года. Если не сложно, могли бы вам описать, а как это дальше будет происходить? Я сама так точно пока не знаю, потому что и первые протезы. И вообще сказали, что да, 2-3 года, и ИО 3 года. Есть программа государства, и государства помогают вам в протезе. Ну, вот здесь сразу, вы должны понимать, что это не на порядок проще, а на низкий. То есть, как-то рекомендует, если нам отработать процесс нарушенных окулятором, то есть, как правило, часть не тратит. И эта часть не подрывает наш половинку. И еще, как правило, первая комиссия, как правило, не рекомендует, то есть, как правило, простой, как правило. Но это не очень важно. Поэтому у нас очень много сложно, как дальше будет. Мы очень хочется поблагодарить всех-всех-всех людей за помощь материальную, за поддержку, потому что, благодаря этим будущим, это достаточно быстро. Вот этот протез, который может помочь государству, в том числе того, как человек не работает. А это тоже метанг. То есть, да, вот протез не сейчас. Большое-большое спасибо, наверное, тоже хочется сказать, да? Спасибо большое всем. Если бы не вы, то я бы не была с этого всего сейчас. Спасибо. Это вот на какой процент я использую? Говоришь, что некоторые на 15% используют. Можешь сказать, что это твоя основная, вот как правая рука? У меня это не работает, это еще своя основная рука. У меня это не работает, это еще своя основная рука. У меня есть все функции. И это моя помощница. А есть перспективы, что своя рука все-таки начнет функционировать, как раньше? Как раньше, я думаю, точно нет. Процентов 70 максимум. Даже при мелких травмах более невозможно. А у вас же не один протез, у вас еще второй какой-то, более эстетически красивый, что ли? Нет, второй. А значит, дома еще один. Угу. У меня этот более крупкий. А комфортнее вам с каким? Я пока тут еще, но я этот больше забила, потому что это более сложно, и я с ним пока так не учусь. Там типа два мальчика работают, он более надежный, если можно что-то потяжелее взять, потянуть. И, ну, он не так... Здесь надо их как телефон вот что-то выберечь. Ходить с ним аккуратненько. Вот как говорят, выходное платье или для домашней работы однешно. Мне он нравится. Ну, пока вы все равно с помощью мамы, да, наверное, как-то вот все нужно привыкать еще что-то по дому. Смотревшим, одевать его, да, одевать маму. Каждый день. Потому что они считают, что это какая-то операция отжигления. И это не так, ну, просто снимаешь вечер, можно надевать. Нужен только, да, человеку как-либо помогать. Вот у вас не доставляет нас комфорт вот ходить эти протезы? Потому что я знаю, что некоторые люди для них это вот как какая-то тяга. Тяжело вначале, тяжело. И вот есть около килограмма, например, в лечеек тоже не столько. Вот. Ну, потихоньку привыкаешь. Мышцы тоже, они устают и могут вообще не слушаться. Протез не будет работать. Но тоже это все со временем. Спасибо большое. Да. Во временем, конечно, самое сложное. Ощущать какие-то эффекты на росте. И пытаться составить свою работу в таком случае. В чем самое большое? Ну, я же головой выделила, я не знаю, когда я ела, например, мне было сложно. Надо протез открывать. Вот, надо закрывать, все. Я там другом оси себя, да. Ну, это же нейрохладная музыка. Поэтому еду сюда. Я управляю мышцами. Сложно, что он, я же не чувствую. Я говорю, когда я с ним сводила, потому что я не занимаюсь такой силой. Ну, куча дивансий. Лучше, начало, привлекать. Да, да. Там на раскрытии, на закрытии разные инфекции. Какая-то стрессовая ситуация. Человек может примерно одинаково использовать. Вот этот процесс не понимает. Он это исполняет как басоман, как того музыка, который мы имеем. Надо вот это в себе, ну, как практику наработать, чтобы это делать как автоматически. В общем, сама тренировка еще не будет. Ну, конечно, да, да. Извините. 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 Извините.